Всем привет! Новый год к нам мчится. Скоро все случится. Мы в студии Радиохит, преображенный к Новому году, активно готовимся к этому празднику. Но в нашей хитарянке все по классике. Интересно о разном и скучно не будет. Напомню, меня зовут Ангелина. Начинаем. Гаджеты все больше входят в нашу жизнь. Последнее мое интересное приобретение это водонепроницаемые наушники. Теперь можно плавать и слушать музыку. Ну а какие еще новинки есть в мире техники, об этом нам расскажет Дима Страстенко. Всем привет! Меня зовут Дмитрий Страстенко и сегодня мы будем творить. Разумеется, при помощи высоких технологий. Этот пакетик с белым веществом совсем не то, что вы подумали. Хотя, честно признаться, переживал, как посылку вас примут на таможне. Как видите, пакетик у меня, я на свободе, а значит все обошлось. И самое время поэкспериментировать. Белые гранулы – отличная возможность построить новый мир или отремонтировать старый. Ведь это не что иное, как суперпластик. Говоря умным языком, это полиморфус или термопластичный полимер. Он уникален тем, что достигает пластичного состояния при 65 градусах по Цельсию. А значит, с его помощью можно создавать пластмассовые изделия в домашних условиях, без каких-либо дополнительных средств. Прямо руками. Итак, все, что нам понадобится – это 50 граммов суперпластика, чайник с горячей водой. Для более оперативного результата мы взяли кипяток, две чашки и немножечко фантазии по вкусу. Тем, кто подключился в этот момент, хочу сказать, что это никакое не кулинарное шоу и тем более не сценка по мотивам во всей тяжке. Исключительно добрые и полезные технологии. Только поаккуратнее с кипятком. Итак, берем одну чашку. В ней мы будем разводить наши загадочные гранулы. Высыпаем и добавляем горячей воды, в нашем случае почти кипятка, и ждем. Можно заметить, что постепенно масса становится прозрачной и однообразной, а значит, скоро можно приступать к делу. Что можно сделать с такой тянучей массой? Давайте попробуем выяснить на одном простом примере. Вот я позаимствовал у коллеги вот такую кружку. Как видим, она побывала на полях сражений и потеряла в ней ручку. Давайте постараемся исправить этот недостаток. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, вот такой результат мы получили. Практически готовая ручка, только она хорошо закрепилась с одного конца, где был выступ. Где плоская поверхность, там, к сожалению, наш пластик не совсем прикрепился, но в целом пить с такой кружки можно и при старании реализовать другие идеи. А впрочем, посмотрите, что можно творить с этим термопластиком. Простор для фантазии действительно огромный. В общем, творите и будьте аккуратны с горячими жидкостями. Пока-пока. Иногда так хочется позволить себе немножко модных экспериментов. Вот такой вот брючный костюм я приобрела в магазине женской одежды и аксессуаров «Дивушка». Ну а вы не бойтесь экспериментов и украшайте свой дом интересно, ярко и по-настоящему творчески вместе с нашим декоратором Еленой Марченко. Всем привет! Я Елена Марченко и я декоратор. Впереди у нас прекрасный праздник Новый год. Я вам сегодня хочу предложить один вариант декорирования обычных шариков. Шарики пластиковые, будем импровизировать. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Домов и попал не в ту квартиру И с этого момента волею судьбы Жизнь героинь Купченко и Васильевой Стала круто меняться в лучшую сторону А в канун Нового года В их небольшой квартире Произойдет настоящее чудо В которое долгое время верили Все герои картины И оно не заставило себя ждать Под бой курантов В этой картине прекрасно все От рассказов Диккенса Звучащих в наряженной квартире До великолепного легкого сюжета И замечательной Непринужденной игры актеров В общем фильм Который создает новогоднее настроение На сто процентов Итак, фильм приходи на меня посмотреть Год выпуска двухтысячный Приятного вам новогоднего просмотра У каждого своя трагедия Когда я умру, тебе станет легче Что с тобой, мам? Ты хорошенькая, у тебя фигура Высшее образование Интеллигентная, порядочная Хозяйственная, без резных привычек Классический портрет старый день Потому что время уходит Только одного могло меня применить Слово-разлуки с тобой Если бы ты была замужем А жизнь задает вопросы А у тебя были связи? Связи? Ты что имеешь в виду? Но не стоит отчаиваться Я с чем-то обиден? Люблю на высоте Ведь жизнь всего одна Что-то загадочное Витает в атмосфере нашего дома И что ждет нас Я старик мороз из леса Борода из серебра Как всегда здоров и весел С Новым годом детвора! Тихая ностальгия По лучшему празднику Часы бьют Десять лет стояли Приходи на меня посмотреть Раньше новогодние украшения Только радовали глаз А теперь это лишний повод Выложить фотографии в инстаграм Прямо сейчас с обзором инстаграм Тони Сатарова Всем привет! В этой рубрике мы собрали Для вас самые интересные, красивые И просто любопытные фото и видео Которые наши земляки запостили В социальную сеть инстаграм На минувшей неделе И начнем с такого необычного явления Как суперлуния В это время луна находится Максимально близко к земле Вот таким это явление увидели арчане Не менее удивительное явление Правда не природы А рук человеческих Запостила у себя на странице арчанка Вот такие картины девушка обнаружила В одном из обычных подъездов города Художник однозначно заслуживает Наших лайков А в соседнем Оренбурге Записки горожане друг другу Оставляют прямо на входных дверях Вова, мне нужны мои нарды И мой огнетушитель Где и когда я могу его забрать Сообщи срочно А то я уже теряю мир в сердце Надеемся, что должник Вова Внял просьбам автора этого послания И вернул человеку нарды и огнетушитель В следующей части обзора, которую назвали извне Мы рассказываем о самых популярных видео Которые собрали тысячи лайков пользователей всего мира Бездомная кошка едва не стала жертвой сотрудников Одной из управляющих компаний Благовещенска Которые залили отверстия в электрощитке монтажной пеной Бедное животное попыталось покинуть свое временное убежище Но прилипло к замазке Которая начала твердеть На помощь пришли местные спасатели В течение двух часов шла операция По разборке электрощитка и извлечению животного Пену с бедной кошки состригли под наркозом На это тоже ушло около двух часов Зато теперь у кошки есть хозяин Беднягу взял к себе один из жильцов дома Бурное обсуждение в соцсетях вызвало ролик В котором детсадовец признается маме Что хочет на пенсию Малец аж расплакался Упорная мама пыталась выяснить Отчего ее отпрыск захотел вдруг на заслуженный отдых А в ответ услышала Устал А куда ты пойдешь? На пенсию А пенсия это что такое? Это просто то место Где тебе дают покой Никто не приборит никогда вообще На этом все друзья Не забывайте отмечать интересные фото И видео хэштегом Орскру обзор Самые любопытные из них Обязательно попадут в нашу рубрику Всем пока Спасибо что были со мной все эти 15 минут С вами была я Ангелина Давайте не будем расставаться Подключайтесь к нашей группе Хитарянка ВКонтакте Будьте со мной в инстаграм Будьте со мной на радиохит И непременно ждите новую серию С вами была Ангелина Я вас очень сильно люблю Всем хорошего дня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Игорь Негода